Из тайги в армию. В этом выпуске покажем осеннюю призывную кампанию, которая начала работу в городе Устилимске. Дотянуться до звезд. Вернется ли астрономия в обязательную школьную программу? Об этом расскажем в программе «Середина Земли». Шелковый путь сегодня. Возможности кочевнического туризма и устойчивого развития городов. В столице прошла международная конференция Всемирной туристской организации. Подробно об этом мы расскажем через несколько минут. Эфир телеканала ТВКОМ продолжает международная программа «Середина Земли». В этом выпуске жители и гостей Республики Бурятия с событиями при Ангаре познакомят мои коллеги-корреспонденты из Иркутской области. В студии работает Анна Лесик. Здравствуйте, и мы начинаем. 600 молодых людей, жители Устилимска и Устилимского района, должны быть призваны в ряды вооруженных сил в эту кампанию. Осенний призыв продлится до середины декабря. В северном городе будут работать 13 комиссий. Где хотят служить молодые люди, живущие в таежных поселках, смотрите сюжет. Я следующее правильное призывное комиссии прибыло. Вместе с Николаем в военный комиссариат прибыли еще 70 молодых людей призывного возраста. Сначала они обходят кабинеты врачей. Затем следующий этап. Члены комиссии выясняют, какой потенциальный призывник получил образование и какими профессиональными навыками владеет. Отучился. Кто закончили? Трус. Трус, да. Специальница? Автор механизм. Автор механизм. Водительское удостоверение? Есть. Из 60-ти годными к службе в рядах вооруженных сил признаны 30 человек. Всего за время осенней кампании Устилимск должен отправить в армию 150 новобранцев. Среди них будут и первокурсники среднеспециальных учебных учреждений. Закон, который принят и предоставляет право на срочку гражданам, окончившим 11 классов и поступившим в среднеспециальные учебные заведения, будет предоставляться только с 1 января 2017 года. Сейчас мы работаем в соответствии со старым законодательством, то есть граждане, которые окончили 11 классов и поступили в среднеспециальные учебные заведения, у нас подлежат призыву. По наблюдению членов комиссии, половина призывников Устилимска хотят служить в войсках специального назначения и на Тихоокеанском флоте. По возможности их пожелания будут учтены. Евгения Власёк, Середина Земли, Иркутская область. Воспитанием и пробуждением в людях глубоких чувств решили заняться иркутские студенты. В свободное от учёбы время они разрабатывают социальную рекламу, напоминающую о вечных ценностях и государственных законах. Юлия Погодаева продолжит. Мозговой штурм. Студенты работают над очередным образцом уличной социальной рекламы. По замыслу авторов, каждый раз, когда в поле зрения горожан станет попадать эта картина, она будет воспитывать в них уважительное отношение к своей и чужой жизни и правилам дорожного движения. Чтобы эта иллюминация человека воспитывала, давала ему возможность измениться в плане отношения к городу, отношения к людям, заставить его любить тот город, в котором он живёт, в котором он воспитался. Это уже готовый экземпляр. Первый в серии. Родители и двое детей переходят дорогу по пешеходному переходу. Счастливая полная семья олицетворяет мир и гармонию. Сейчас в разработке второе. Что же касается дальнейших планов, они велики. В жизнь мы хотели бы воплотить картин, ну, похожих, около 200-500. Как бы, ну, вот то же самое, вносить счастье в жизнь, в окружающий мир. Ну, вот сегодня воплотили в жизнь вот эту картину. Эту работу авторский коллектив делал для участия в конкурсе на лучший проект по благоустройству Иркутска. Призовых мест не занял, зато воплотил в жизнь. Воспитательный процесс водителей и пешеходов начался. Юлия Погодаева, Евгений Шарыпов. Середина земли. Иркутская область. Мы рассказали значимые факты и показали яркие события при Ангаре. Информационная программа «Середина земли» продолжается, и к нам присоединяются коллеги из Забайкальского края. Здравствуйте. Чем вы готовы поделиться со зрителями сегодня? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Вера Садулина, и мои коллеги-корреспонденты. Модельер из Агинского получила премию правительства «Душа России». Цинжаб Цибикова работает в Центре развития бурятской культуры Забайкальского края и является мастером традиционного народного бурятского костюма. Ну а теперь перейдем к другим новостям нашего региона. И все-таки она возвращается. Возможно, в ближайшее время в школу страны вернут предмет астрономия. Такое обещание дала министр образования и науки России Ольга Васильева. Каковы перспективы такого нововведения, узнавала Анастасия Новгородова. Великая держава, которая первая в мире исполнила мечту всего человечества и вырвалась в космос. Россия и сегодня безоговорочный лидер в пилотируемой космонавтике в запусках на орбиту. Парадокс, но астрономия в нашей стране уже вот как два десятилетия вычеркнута из школьной программы как ненужный предмет. Ее основы включили в курс физики, географии, а где-то заменили факультативами. Так, в 4-й гимназии Читы уже 12 лет существует клуб естественных наук. Татьяна Коргина ведет астрономический курс по учебникам 1994 года издания. Говорит, что в библиотеке они уже лежали под списанием, но она оставила их себе. Век космической техники, развитие современных технологий, развитие новых физических теорий, знания фундаментальных процессов, которые происходят во Вселенной, конечно, грамотному человеку необходимо. Именно астрономия должна объяснить школьникам, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, что есть во Вселенной планеты земного типа, а возраст Земли ушел далеко за 4 миллиарда. Изучая астрономию, мы узнаем много нового о всем, то есть о строении Вселенной, из чего она стоит, что в ней находится, чтобы понять, как все это устроено, как все началось. В забайкальских школах астрономия из школьной программы вышла в середине 90-х. По данным федеральных СМИ, в России ее перестали изучать в 2008 году, после того, как ни один учебник по ней не был допущен Минобразованием. Чтобы вернуть все назад, пройти к звездам в прямом смысле, теперь можно будет только через тернии. Чтобы ввести этот предмет как самостоятельный и обязательный для изучения, необходимо ввести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт, разработать примерную основную образовательную программу по этому предмету. Нужно подготовить учителей, разработать новые учебники, которые отвечают уже современной картине мира, современным достижениям в этой науке, в астрономии. Насколько реальным станет возвращение в школы астрономии, покажет время. Но отметим, что согласно регулярно проводимым в России опросам, от треть до половины россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Сдержанная красота Байкала, его жители и запечатленные на холсте страницы отечественной истории. В музейно-выставочном центре Забайкальской столицы открылась выставка иркутского художника Николая Житкова. Его никогда не ограничивала какая-то одна тема. Не было любимой. Так исследователи говорят о творчестве Николая Житкова. В 70-х он исколесил добрую половину Советского Союза. Посетил Среднюю полосу и Юг России, Среднюю Азию, Заполярье. Тогда же художник открыл для себя Байкал и прописался на своей творческой даче в Щелке. Одном из красивейших и уютных местных распадков. Говоря о живописи Николая Фимовича, можно сказать, что он очень интересен в своей подаче изображения, в подаче того, что он увидел, почувствовал. Его Байкал всегда живой. Там нет ярких каких-то всплесков краски, но именно вот этой простотой он как раз и передает ту жизненность пейзажа и ту его одухотворенность. Такой же суровой красотой обладают и образы байкальских рыбаков, буквально высеченных на холстах крупными мазками. Портреты местных жителей кисти Житкова пропитаны напряжением и внутренним динамизмом. В 80-х и 90-х мастер все чаще стал обращаться к истории родной страны, эпохе революционных событий и гражданской войны. Настоящий магнум опус мастера – это триптих 1905-1920-1937, где с помощью реалистичной наглядной символики он пытался донести до зрителя свои мысли о том, как повлияли ли на людей эти времена. За много лет Житков создал большое количество работ, которые хранятся в галереях и музеях Иркутска, Кемерово, частных коллекциях за рубежом – в Италии, Франции, Германии, Голландии, Японии, Китае и США. Забайкальцы с работами иркутского художника смогут познакомиться в течение всего месяца, пока будет действовать выставка. Антон Матушевский, Владимир Дементьев, «Середина земли», Забайкальский край. Это были одни из самых заметных событий нашего региона. Программа «Середина земли» продолжается. На связь с нами выходят коллеги из Монголии. Сайн Байнсгану, чем сегодня поделитесь вы? Сайн Байнсгану, в эти минуты расскажем о событиях Монголии в студии Алхама. Команда Монгольского государственного университета науки и технологий выиграла международный чемпионат по программированию в Японии, оставив позади 60 университетов из-за страны Восходящего Солнца и других стран. А теперь переходим к другим новостям. В Аламаторе прошла первая международная конференция по кочевническому туризму и устойчивому развитию городов участников Шелкового пути. Организаторы мероприятия – Всемирная туристическая организация совместно с Министерством окружающей среды и туризма Монголии и Всемирным союзом научного развития городов. Подробно далее. Согласно исследованиям, проведенным Всемирной туристской организацией, 80% путешественников в мире знают о существовании Шелкового пути и о том, что кочевая культура является его общим наследием. Значимость этого проекта во время своего выступления подчеркнул и мэр города Улан-Удэ Александр Галков, возглавляющий делегацию из Бурятии. В первую очередь, кочевой туризм и шелковый путь – это понятия практически взаимосвязанные. Почему? Потому что тот древний путь или вот трансграничные пути, они объединяют разные культуры, но логистика там общая. Это означает то, что любая страна или любой город будут добиваться или, как говорят, биться за своего туриста. Поэтому нельзя упускать такую возможность в городу Улан-Удэ. Мы находимся в Байкальской зоне, у нас достаточно серьезное экологическое законодательство, поэтому мы обречены заниматься туризмом. В этом, наверное, и главный ответ. С другой стороны, мы видим, что за последние годы экономика, экономические составляющие туризма только увеличиваются. Я как-то уже в одном из выступлений говорил, что в прошлом году только по городу Улан-Удэ услуги туристические превысили 1 миллиард рублей. Еще пять лет назад трудно было об этом подумать. Поэтому мы считаем, что резервы наши не исчерпаны и заниматься будем продолжать этим, в том числе и с нашими партнерами из Монголии, и из Китайской Народной Республики. В работе конференции приняли участие более 300 делегатов из стран-участников шелкового пути. Во время конференции они представили свои доклады и обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием этого сегмента туристического рынка, опираясь на знания экспертов, официальных лиц и представителей частного сектора в туризме, заинтересованных в создании транснациональных туристических продуктов и устойчивом развитии. Мирослав Бархол, Хагва Жаргал, Середина земли, Монголия. Россия и Монголия стали еще на один шаг ближе друг к другу в области СМИ. На днях состоялось подписание договора о сотрудничестве между лидирующими телевизионными компаниями Улан-Батора и города Улан-Муде. Подробно расскажут мои коллеги. С 2013 года телеканалы UBS и TV.com являются не только друзьями, но и партнерами организаторов фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз» телекомпании «Аист». Это осень к популярной международной информационной программе «Середина земли» присоединился блок с участием Монголии. Обсудить это событие с официальным визитом в Улан-Батор приехала делегация из Республики Бурятия. Итог – договор о сотрудничестве между руководством этих телеканалов. Свидетелем этого значимого события стал и мэр города Улан-Муде Александр Галков. С подписанием нашего договора мы планируем, что наше сотрудничество еще укрепнет, в том числе в плане профессионального обмена, стажировки, совместные проекты. Также, что немаловажно для наших телезрителей, это будет обмен телепрограммами и фильмами. Кроме того, сегодня состоялась встреча мэров городов Улан-Батор и Улан-Муде, на которой обсуждалось сотрудничество в области бизнеса, экономики и политики. Я думаю, что сотрудничество наших телекомпаний поможет укрепить информационно, обогатить это сотрудничество. Сегодня для нас очень важный исторический день, так как, во-первых, нашу компанию посетил такой важный человек, мэр города Улан-Муде, и во-вторых, мы подписали договор о сотрудничестве с телекомпанией ТВКОМ. В рамках этого соглашения мы будем обмениваться видеоконтентом, программами, чтобы жители двух стран знали о жизни в наших регионах. Подписанный договор является не только залогом успешного сотрудничества между монгольским и бурятским телеканалом, но и надежной основой для дальнейшего, более плодотворного взаимодействия в сфере развития средств массовой информации Монголии и России, межрегионального сотрудничества, взаимодействия в области кинопродукции, разных видов журналистики и использования технологических платформ. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Дай зя хао, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем в студии Сянчжунань. В Шанхае стартует обновленная программа по выдаче иностранным специалистам разрешений на работу. До реформы иностранной рабочей силы в Китае занимались два правительственных учреждения. Сейчас функции перейдут одному ведомству. Кроме того, кадры из-за рубежа разделят на три категории. Детали изменений в материале далее. Суть реформы – упростить бумажную волокиту, которая не доставляет особой радости ни иностранным специалистам, ни самому правительству Китая, а также привлечь как можно больше высококвалифицированных сотрудников. До изменений вопросами выдачи разрешений на работу в КНР занимались два ведомства – Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения и Государственное управление по делам иностранных специалистов. И, по сути, работники-иностранцы получали два разных документа. Теперь функции по трудоустройству переходят одной системе. Пилотная часть реформы уже стартовала. Обкатку программы в октябре начал Шанхай, лидер по привлечению кадров из-за рубежа. «Интеграция двух разных разрешений на работу упростит задачу и сключит такие препятствия, как несогласованность администрации и неэффективность коммуникации. Это связано в первую очередь с довольно сложными вопросами квалификации кадров, социального статуса иностранцев и даже их индивидуальных качеств». Более открытая и эффективная политика в этой сфере, с одной стороны, упростит требования к соискателям разрешения, с другой стороны, разделит иностранных рабочих по квалификации. Зарубежные специалисты будут четко поделены на три категории. A – выдающиеся специалисты, B – профессионалы и C – неквалифицированные рабочие и работники сферы услуг. Причислять к той или иной группе будут на основе зарплаты, которую им платят в Китае, образование, стажа работы в Китае, знание языка, возраста, место работы. Испанец Фернандо де Савала – владелец компании по привлечению кадров. Он признается, что до сих пор подобной градации не было. «В Китае довольно сложно получить рабочую визу по сравнению со странами Европы или США. Проблемы чаще всего возникают, потому что не совсем понятен процесс подготовки документов, и правила в этой сфере постоянно меняются. Я здесь уже четыре года, а условия получения рабочей визы поменялись уже три раза. Я думаю, что многое зависит от заинтересованности государства в иностранной рабочей силе». Работая в сфере поиска талантливых специалистов, Фернандо де Савала понимает, что изменения в политике трудоустройства окажутся привлекательными для молодых специалистов, заинтересованных в Китае. «Я уверен, что после всех изменений в Китай приедет много молодых специалистов, новое поколение работников от 22 до 27 лет. Это серьезно повлияет на интернационализацию китайских компаний, особенно в сфере маркетинга и электронной коммерции». После Шанхая пилотную программу примут Пекин, Тяньдинь, провинции Аньхуэй, Гуандун, Хэбэй, Шаньдун, Сычуань и Нинсяхуэйский автономный район. К 2017 году правила охватят все регионы страны. 130 метров над землей, среди магнитных полей, тонн металла и сотен проводов. Мы предлагаем вам спецрепортаж о людях редких профессий. Сегодня наш рассказ об электромонтере «Самый высоковольтный лэб в Китае». Ее ремонт – это не только высокая ответственность, но и серьезная опасность. Любое неосторожное движение может стоить, если не жизни, то здоровья. С укратителем киловольт познакомились мои коллеги. Без регулярных осмотров с вертолета здесь не обойтись. Самая высоковольтная лэб в Китае, да и во всем мире, тянется на сотни километров и стоит на сотнях опор. Высота каждая из них порядка 130 метров. Точь-в-точь как 50-этажный дом. Любая неполадка – повод вызвать ванзиня. Электромонтер государственной электросетевой корпорации отвечает за участок линий в восточной провинции Шаньдун. Чтобы осмотреть предохранители на самом верху опоры, ему приходится преодолеть почти 900 ступеней. Высота очень большая. Раньше мы обслуживали лэб на 500 киловольт. Опоры там были под 70 метров. Напряжение новой линии в два раза выше, так что под неё построили 130-метровые опоры. Это серьёзная проверка физической формы наших рабочих. В июле и августе температура в провинции Шаньдун нередко достигает 40 градусов. Аварии в электросети при таких условиях – не редкость. Не обошлось без боя и на этот раз. Ванзинь убедил коллег остаться на земле, решив устранить проблему самостоятельно. «Слишком жарко. Раскалён не только воздух, но и металл. Когда я начал подниматься по опоре, почувствовал, что могу обжечь руки даже в перчатках. Это очень опасная ситуация. Можно запросто сорваться с высоты». Работая на таких высотах, электромонтёры могут задействовать только одну руку. Второй необходимо держать страховочный трос. Но ванзинья не зря называют мастером своего дела. Уперевшись ногами в технические кабели, которые довольно сильно раскачиваются на ветру, он способен заменить любую деталь двумя руками. Коллеги шутят, что он мог бы запросто податься в канатоходцы. Но и на этом таланты специалиста не заканчиваются. Ванзинь может определить неполадку на слух, просто по гулу проводов. Завершив проверку и ремонт лэб, Ванзинь спешит в цех. Там перед ним стоит другая задача – усовершенствовать технику безопасности по работе в условиях сверхвысокого напряжения. Один такой разряд, и человек, даже если находится в нескольких метрах, сгорит дотла. Тем не менее, без электромонтёров в обслуживании таких линий не обойтись. Именно поэтому Ванзиню и его команде поручили использовать весь свой опыт и разработать защитные меры для других специалистов. Несколько лет назад Ван с коллегами уже решали похожую задачу. Тогда им предстояло разработать инструкции для ремонта лэб напряжением 660 кВ. Испытания растянулись на год, причём все эксперименты ставил сам Ванзинь. «Мы очень волновались, наблюдали за ним, ждали с нетерпением. Каждый раз, когда Ванзинь работает в высоковольтном поле, он рискует своей жизнью». «Любой просчёт в технике безопасности гарантирует, что живым уже не вернёшься. Как бы то ни было, кому-то придётся делать эту работу». Впрочем, прежние инструкции Ванзиня и его команды уже не актуальны. Они создавались под 660 кВ. Сейчас же в строй водят лэб почти вдвое большего напряжения. «Раньше моя семья ничего не знала о моей работе. Они считали, что я работаю на складе. Я часто думал о родителях, о сыне, спрашивал себя, как они будут жить, если в один момент со мной что-нибудь случится. Сейчас все уже знают, чем я занимаюсь. Для сына я герой, хотя мне кажется, что я простой рабочий». 31 июля участок ультравысоковольтной лэб от внутренней Монголии до провинции Шаньдун официально вступил в эксплуатацию. Отвечать за его бесперебойную работу будет Ванзинь и его коллеги. Им предстоит работать с напряжением в 1000 кВ, что в 200 раз выше, чем в обычных городских линиях электропередач. Ли Сюэ, Си Си Тви. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»